Золотой Красноярск. Вот уже 70 лет Красноярский завод цветных металлов пополняет золотой запас страны. Сегодня он является лидером ювелирной промышленности Евразийского континента. За производственным циклом самых лучших украшений проследил Алексей Федореев. Производственный путь ювелирных изделий начинается здесь. За этими стенками несколько килограммов жидкого золота. Чистейший металл 999-й пробы мастер доводит до стандарта под номером 585. Из тигля не спеша появляется невзрачная проволока. Такую картину мало где можно встретить, а специалистам участка литья за много лет она успела приесться. Количество, да, никогда не видел столько, такой объем. Ну а сейчас как бы все как в порядке вещей. Золотые катушки отправляются дальше, где проволоку доводят до нужной толщины. Работа ответственная, чуть повысил силу, происходит обрыв. А цепочка должна дойти до финальной стадии полноразмерной. Инструмент стоит специальный, для каждой цепочки там свой. Ну и делает, вот звенья делает, потом она собирает. На этой аппаратуре доведенную до нужной кондиции проволоку превращают в цепь. Самую ответственную операцию механики не доверяют. Стоишь и мотаешь. Я, то есть, перематываю уже, готовую цепь я перематываю. Вот в чем дело. Небольшой отрезок из каждой партии на испытание, где доказывают, не такой уж мягкий металл, золото. На этом приборе, который называется динамометр, измеряют на прочность золотые цепи. И вот он говорит о том, что цепь всего 2 миллиметра диаметра может выдержать 150 килограммов. После испытания до завершения цикла совсем недалеко. Сейчас мы находимся на самом красивом, без преувеличения, участке. Не только из-за того, что здесь выходит готовая продукция, которая идет потом в ювелирные магазины, но еще и потому, что здесь работают одни женщины, практически одни женщины. Давайте попробуем к ним присоединиться и выполнить их работу. На первый взгляд ничего сложного, но это же золото. Ошибешься, весь производственный путь надо начинать заново. Я не ошибся. Ну вот теперь моя продукция будет в каком-то ювелирном магазине. Почему здесь работают женщины, поясняет их начальник. Разгадка проста. Работа эта все-таки требует большой аккуратности, ну и изрядная доля все-таки монотонности. Женщины как бы отличаются как раз этими свойствами. Делать аккуратно и монотонно. Масштабы производства сложно оценить в количестве, а в стоимости без проблем. На этом подносят только металла на 5 миллионов рублей. Иногда готовая продукция уходит в музей завода, но в большинстве своем в ювелирные магазины страны. Алексей Федореев, Сергей Камашев, Новости ТВК.